Существуют такие игры, на которых можно заработать реальные деньги. У меня выходил доход около 2000 долларов в месяц. То есть создатели этой игры, они априори должны быть в убытках. В том проблема, что назвать это играми на самом деле сложно. Это что-то новое такое, что привлекает внимание и хочется быть участником всего этого. Я, наверное, если начну говорить, то это видео просто заблокирует. Да не заблокирует. Больше 100 тысяч долларов за месяц просто на игре. Чем мне нравится эта сфера, то что ты всегда часть денег сможешь спасти. Друзья, привет. Рад видеть новый выпуск Люди Про. И сегодня мы снимем, как зарабатывают люди на различных играх, NFT-играх, вообще что такое NFT и так далее. И какие миллионы, да, наверное, миллионы? Да, миллионы, миллионы долларов. Миллионы долларов без преувеличения можно на этом зарабатывать. Я напоминаю, что спонсор нашего сегодняшнего выпуска BitPapa. Обмен крипты быстро в Телеграме. Купить, продать, а если вы трейдер, то залетайте и сможете зарабатывать на купле-продаже, как ты, между частными пользователями. Итак, как давно ты попал в это и что вообще за сфера? Попал я вообще случайно. У меня была определенная сумма денег, которую я хотела куда-то инвестировать. И как обычный пользователь я зашел на Binance, думая, что там положу под процент или поторгую. Как-то приумножу свои деньги. И тогда на Binance проходили лаунчпады, лаунчпулы. Это как давно было? Это было первое видео свое я загрузил в апреле. Это вот, наверное, в апреле прошлого года как раз и все началось. Мой путь. Были лаунчпады на Binance. Что такое лаунчпады? Лаунчпад – это возможность заработать практически без рисков. Когда ты холдишь какие-то токены, в частности, это BNB в основном на Binance, ты их можешь положить и взамен тебе дадут другие токены, которые ты можешь продать. Получается, ты свои токены, которые у тебя были, оставляешь себе и тебе еще дополнительно дают новые токены, которые ты продаешь и получаешь с них прибыль. То есть, по сути, это аналог банковского депозита, да? Это не совсем аналог банковского депозита. Это больше акция для разгона какого-то нового токена. И людям их бесплатно дают за то, что они холдят другую валюту. Не, ну все равно похоже на банковский депозит. Ты положил деньги и получаешь за это проценты. Ну да, грубо говоря так, просто это не проценты, это тебе разово дают. И все, ты можешь забирать свои, то есть, это не в течение какого-то времени. Это в течение там одного дня тебе дают и все. Ты дальше можешь распоряжаться. И сколько ты денег на Binance закинул? На Binance, тогда я закинул небольшую сумму, потому что я тогда только начинал свой путь вообще в крипте, в этой сфере, около 20 тысяч рублей. Вот, но самое интересное не это. Самое интересное, что я увидел, что на лаучпаде участвовал токен, необычный токен, и там была картинка, у каждого же токена есть свои там изображения. Там был нарисован какой-то человечек, мне стало интересно, что это такое. И оказалось, что это токен какой-то игры. Тогда я не понял, как такое может быть, игра с какой-то криптовалютой. Я начал изучать... То есть тебе случайно именно этот токен достать? Да, 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 случайно. Я увидел вообще, что есть токен какой-то игры, ну вот, и начал этим делом более детально интересоваться. И нашел эту игру, называлась она тогда, она и сейчас есть, называется она Alien Worlds. И токен назывался Trillium, TLM. Я начал изучать эту игру, и оказалось, что существуют такие игры, на которых можно заработать реальные деньги, вывести их на Binance, себе на банковскую карточку, и все будет окей. Естественно, меня эта тема заинтересовала. Я начал углубляться в нее, искать какие-то подводные камни, потому что меня тогда это смущало и удивляло, как такое может быть, потому что, ну, даже слышится это, когда ты говоришь, что ты можешь играть и зарабатывать, это странно. Деньги из воздуха, да? Да, по факту так и есть. Я начал разбираться в этой игре, и параллельно, так как не было никакой информации, я решил записать несколько видео для тех людей, которые тоже будут этим интересоваться и сказать, что я об этом думаю. Ну, вот, смотри, я был на одной там криптоконфе, ну, точнее, бухали просто, посмотри, вот, в Сити там проводилось наверху, и там представляли одну криптоигру такую, я подключил свой кошелек, метамаска, загнал сколько там эфиров там, ну, не помню, короче, бухой был, загнал туда несколько эфиров, и там каких-то покупаешь земли какие-то, острова, гномы какие-то, что-то майнят, и что-то там где-то там капает, и я такие не понял, просто я в автоматическом режиме этого гнома запустил, он пошел мне что-то там майнить. Да, ну, вот в том проблема, что назвать это играми на самом деле сложно, потому что по факту там 2-3 кнопки, которые тебе нужно вовремя нажать, и за это тебе дают токен, и в этом, собственно, суть этих игр. Конечно, есть более продвинутые игры, где там какие-то MMORPG, стрелялки, шутеры, вот как мы привыкли, да, когда там, я не знаю, Sony PlayStation 1 была, вот подобного рода игры, но на них нету, в них нету тех денег, которые хотелось бы получать, а на вот таких вот простых, однокнопочных играх как раз все деньги и лежат, которые нужно прийти и просто забрать. Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит YouTube и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс Дзен. Так как строится их финансовая модель? То есть создатели этой игры, они априори должны быть в убытках? Ну, не совсем. Конечно, я сначала тоже так думал, и тут важно понимать то, что не на всех играх получится заработать, потому что все-таки есть определенные риски, есть недобросовестные разработчики, есть разработчики просто неопытные, которые загорелись идеей, но они не могут реализовать ее так, чтобы они заработали и заработали пользователи этой игры. Поэтому, конечно, определенные риски есть, и это одна из основ заработка на таком способе, это умение правильно выбирать проект и умение правильно выбирать разработчиков, с которыми ты готов, не знаю, пользоваться их услугами, инвестировать в их проект и на этом зарабатывать. Ну и как, собственно, строится-то экономика? Да, на самом деле есть очень много различных механик построения экономической модели, и в основном получается как? Приходят новые разработчики, показывают новую экономическую модель, если она стреляет, то все остальные начинают их воровать. К примеру, есть механика Oracle, это когда ты покупаешь NFT-токен, и независимо от курса... Ну он что, типа как USDT привязан? Да, он, грубо говоря, привязан, несмотря на то, что люди покупают этот токен, и он растет, NFT, цена NFT подстраивается, и получается, что в долларах она всегда одинаковая. Ну как USDT, да. Да, 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 получается так. У таких механик есть как плюсы, так и минусы. Плюс это то, что токен все время будет расти, потому что много людей его покупает, 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 и он растет. Но в конечном итоге, когда люди перестанут его покупать, когда рынок насытится, все его начнут сливать, и он так же быстро упадет. И отсюда мы можем сказать то, что у каждого проекта есть свой цикл жизни. То есть мы не можем найти игру, которая будет вечно, и мы будем в нее постоянно играть. У каждой игры есть свой цикл жизни, он начинается. Начинается период хайпа, когда все залетают в эту игру, начинают получать какую-то прибыль. И потом так же этот период переходит в стадию угасания, когда игра уже начинает умирать, и нам приходится выходить с этой игры и искать новый проект. И на каких играх ты зарабатывал, удавалось тебе за последнее время? Я назову название этих игр, это не будет, я думаю, рекламой. И сразу нужно сказать то, что я не знаю, когда это интервью выйдет, и, возможно, информация по играм, о которых я буду сейчас говорить, уже будет неактуальна. Потому что я, как уже ранее сказал, есть у них цикл, и они могут за это время просто уже умереть. Наверное, в историю криптоигр уже вошли такие проекты, как ПВУ, Farmers World, CryptoBlades, Plinterlands, Axie Infinity и другие. Но это вот самые, наверное, такие основные, которые знают все. На них я действительно удавалось зарабатывать большие деньги. У меня есть зрители, подписчики, которые мне кидали скриншоты, и там были просто очень большие суммы, больше 100 тысяч долларов за месяц, просто на игре. Но ты пришел, все равно там нужно понимать механики этой игры, вообще как заработать. Да, конечно. Вообще, как происходит заработок в этих играх? Ты приходишь, смотришь, что это за проект, нравится тебе он или нет, и ты покупаешь NFT этого проекта, если он тебя устраивает, если он тебе нравится. Это за какую стоимость? Стоимость бывает абсолютно разная. Во-первых, есть игры бесплатные, где вы можете попробовать просто свои силы, и не обязательно вкладывать в это какие-то деньги. Но очевидно, что заработок там тоже будет не очень большой. А цены на NFT могут быть самые разные, и они могут скакать в зависимости от хайпа на какую-то игру. Они могут начинаться от доллара и заканчивая несколькими миллионами долларов. К примеру, у Snoop Dogg, у известного рэп-исполнителя, у него есть своя коллекция NFT-токенов, которые он купил, и общая стоимость составляет около 17 миллионов долларов. Просто у него есть NFT на такую сумму денег, и он там торгует ими, продает, покупает. Это просто мы речь идем не об игровых токенах, а мы ведем речь, может быть, о картинках. Да, 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 конечно, но это же тоже NFT, это тоже NFT, которое торгуется, и на NFT коллекционных, на NFT-картиночных тоже можно зарабатывать неплохие деньги. Ну, опять же, если понимать, куда рынок движется, то есть я общался с ребятами, вот Никита, Васьков по-моему фамилия его, Криптотеру, которую конференцию делают, вот, он говорит, я раньше закупал вот только то, что нравится, картинки, там он в часах мне показывает, там, вот, смотри, она всегда со мной, там, да, на часы вывез, допустим. Потом, а, Никита Васьев, да, потом, значит, говорит, начал читать, изучать, смотреть твиттер художника и так далее, то есть уже примерно стал понимать, то есть есть ли у него инвестиционная какая-то ценность, то есть будет он у тебя или нет. Вот к этому стоит, да, прийти, и вообще это, ну, касается любой сферы, мне кажется, когда ты только начинаешь, ты это делаешь как-то по наитию, а потом, когда ты обжигаешься, набиваешь шишки, тебе приходит опыт, и только тогда ты уже начинаешь понимать, как это все работает. Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме, у меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, FIO или номеру авто, анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема, Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, которые максимально быстро удовлетворяют. Ссылка в описании. И, к слову, раз мы заговорили о коллекциях NFT, раньше как было? Как только появились коллекции, люди делали так. Они выставляли какой-то NFT-токен, сами у себя его покупали, и получалось так, что на сайте была такая информация. Кто-то выставил NFT-токен за 10 тысяч долларов, его купили и выставили за 15 тысяч долларов. Ну, я эту схему придумал еще, когда впервые услышал об аукционах, узнал комиссию аукционов, ну, классических сот, бекристи. И я думаю, вот, нормально можно самому у себя выкупить, да? Да. И уже будет провинанс определенный у картины, что она была продана когда-то за столько-то, и все, в принципе. И ты попадешь просто на комиссию, которую ты отдашь там самому аукционному дому. Вот, и здесь то же самое. Да, то же самое, и эта тема очень популярна, и она до сих пор на некоторых площадках работает. Вот, пожалуйста, тоже заработок не на играх, но на NFT. Самые популярные площадки для торговли NFT сейчас с цифровым искусством, допустим? Однозначно, Atomic Hub – это маркетплейс на платформе WAX, на сети WAX. OpenSea – тоже очень известная площадка для торговли NFT. Наверное, самая известная. Самая известная, возможно. Ну, она самая известная для продажи коллекционных NFT, а для GameFi, то есть для игр, на которых можно заработать, самая популярная все-таки будет Atomic Hub. А еще из продажи искусства? Из продажи искусства? Ну, на самом деле, я вот не скажу, но я не совсем интересуюсь площадками для того, чтобы покупать какие-то коллекционные токены. Вот Rarible, например, есть. Какая? Rarible. Да, да. Она с русскими корнями. А вообще есть специальные сайты, которые показывают рейтинг самых популярных площадок, показывают, какая статистика у какой NFT, сколько раз ее купили, сколько раз ее продали. Например, сайт DaproDar, очень популярный сайт DaproDar. Сайт для отслеживания вот такого рода NFT. И там не только NFT, там и GameFi, и DeFi, и различные ранки игр. Вы можете посмотреть ранги сайтов, очень много статистики. Есть мнение, что NFT, да, вот именно как цифровое искусство сейчас, это такой больше пузырь сейчас его надувают. Ну, такой энтузиасты влетели, кто первый влетел, заработал, а сейчас там, что покупали там за эти миллионы долларов, возможно, даже и сами разгоняли стоимость своего лота, да, оно все будет падать. И, в принципе, конечные покупатели, кто сейчас что-то там покупает, перепродает, они могут-то и в убытках оказаться. Нет, это, конечно, вполне возможно, но статистика сейчас говорит об обратном, то, что с каждым месяцем эта сфера развивается все больше и больше. И вообще я приверженец такой мысли, что сейчас же у нас как? Так, у нас все работает через тренды. У нас был тренд на криптовалюту, и те люди, которые не зашли вовремя, очень сильно об этом пожалели. Точно так же у нас сейчас тренд на NFT, и те люди, которые сейчас узнают о NFT и о их возможностях, они жалеют, что они об этом не знали раньше. И если ты стоишь у истоков этого, если ты стоял у истоков, когда биткоин там стоил 10 долларов, то, скорее всего, ты уже сейчас миллионер. Если ты стоял у истоков, я не знаю, того же ТикТока и серьезно воспринял его, начал им заниматься, то сейчас ты тоже какой-то миллионный блогер уже, которому тоже платят много денег. И то же самое касается YouTube, NFT, крипты и всех основных трендов, которые есть сейчас и будут дальше. Ну, с этим я согласен. У меня даже с Юрой Арт Патрулем есть по куску Ренуара, то есть была контора, ну, это известные очень люди из мира IT, и там миллионеры давно. И они сделали площадку для торговли NFT, и мы поучаствовали, они, получается, продали картину Ренуара, просто разбили на тысячу с чем-то там 120 кусочков. И продали кусочки? Ну, примерно там по 2000 долларов продавали в эфире, да. И эти деньги понадобились для того, чтобы привести, чтобы купить эту картину. Вот они сейчас, я уже интересовался, как дела, уже как бы завершают эту сделку, то есть хватило денег, все. Они просто этот оригинал подлинника Ренуара, они выкупают, привозят в Россию, в свою галерею. И вот все, кто купил NFT, это как бы совладельцы данного... Как акция, получается, да? Да, совладельцы как бы данного произведения. То есть картина вернулась в Россию в целом, да, то есть она висит, экспонируется в галереи, а мы как бы являемся владельцами определенных квадратов. Там тоже есть определенные тонкости, оно рандомно, то есть тебе там квадрат с глазом попадет, мне с куском пера на шляпе, ну и зависит, и есть вторичный рынок их. То есть, соответственно, разная стоимость. А сам NFT дает просто... Ну, во-первых, там сертификат, как бы, да, то есть ты являешься, считай, можешь уже всецело заявить, что являешься там совладельцем подлинника Ренуара. Ну или владельцем, знаешь, как это прикол, есть типа подполковники полковника. Подполковник не любят, если ты подполковника назовешь полканом, то это же ему самооценку повысит. Еще картина, допустим, закрыта, вот она там специально строится, такой чехол для нее, как бы, короб, и ты просто приходишь, и при помощи своей NFT-шки, именно открываешь, вот с девушкой какой-то приходишь, и можешь показать, вот я совладельц вот этого вот подлинника Ренуара, и ты хоп открыл, ну, кейс открылся под стеклом, и все, и ты можешь смотреть. Еще, еще, ну вот это очень классная тема, мне кажется, вот это что-то новое такое, что привлекает внимание и хочется быть участником всего этого. И сейчас многие бизнесмены, предприниматели тоже переносят свои дела, свою работу в IT-сферу и сферу NFT в частности. Мне писали украинские ребята, они, не буду тоже назвать название фирмы, чтобы не было рекламы, они занимаются девайсами для компьютеров, мышки, клавиатуры, наушники, и у них такая тема, что ты можешь купить их NFT, NFT какого-то девайса, и они тебе присылают ту вещь, которую вот у тебя есть на NFT. То есть таким образом они уже продают все это дело не только в магазинах своих, но и по различным маркетплейсам, в виде NFT, что тоже круто. Ну, мы сейчас думаем рекламу так продавать у меня на канале и других блогеров дружественных. Через NFT? Да. А почему, ну вот, в чем смысл? Ну, просто покупает, покупает по сути контракт, вот, и он его покупает сегодня, допустим, а использовать может это попозже, допустим, когда каналы подросли. А, ну вот если так, да, да. То есть он визуально красиво оформлен, то есть он по сути купил этот вот смарт-контракт, считай, да, исполнить его может позже гарантировать. Но тут тоже есть проблема, потому что, я не знаю, как у вас политика рекламы, не всю рекламу можно засунуть. Да, да, мы это прорабатываем. И если кто-то купит NFT, а потом перепродаст другому человеку. Ну, мы в условиях это прописываем. Я тоже, первый вопрос, который я задал, был именно этот. Вот, что мы не можем предусмотреть, вот даже в описании, мы не можем предусмотреть все, что мы не рекламим, тогда напишем и другие там эти. И в случае чего вы об этом проговорите потом. Ну да, мы просто скажем, что, извините, как бы, ну, вы можете сейчас его продать, допустим, тому, ну, кому он действительно нужен, чью рекламу мы возьмем. Можете продать дороже. Вы купили сегодня там за 5 тысяч долларов, у меня на канале, а продается через полгода, и она уже на канале там на 100-200 тысяч больше подписчиков, и все, и вы на этой разнице можете уже зарабатывать. Ну да, это интересная идея тоже. Как вообще появился NFT-токен? NFT-токен, это такая вещь, я попробую объяснить простым языком. Вообще он появился в 2017 году, это были первые NFT-токены на сети эфира еще, и тогда мало о них кто знал, и не знали вообще, как можно это все применять. И, как мне кажется, вот о NFT-сфере я узнал после того, как ей стали заниматься знаменитости. Потому что была история, что жена Илона Маска сфотографировала картинки своих детей, которые они нарисовали кисточкой фломастером, перевела в цифровой формат, и в токены NFT, и продала за какие-то бешеные деньги. Там было несколько картин, я точно не скажу сумму, какую они заработали, но это были сотни тысяч долларов. А представь, если бы она член Илона сфотографа, за сколько было бы продано NFT? Можно было бы там просить акции Тесла точно. И все гадали бы, это реальное фото, и сказали бы, Илон, докажи. Это был бы тренд, тогда бы все уже начали быть свои члены в виде NFT. Дикпики продавались бы. Вот. И с этого, наверное, начался основной хайп на NFT-токены. И это все дело поддержали другие артисты, известные личности. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте. Ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин. Букинг, Алиэкспресс, Авиасейлс, Адидас, мебельный магазин Хофф и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы. Начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами. Причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео. И вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл. На сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные кампании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Вот у меня сейчас запустится благотворительный фонд уже через полтора месяца, и я выставлю на аукцион вот эту рекламу мою. Все говорят, что нужно переснять, а вот эта же реклама, которую весь интернет знает в этом видео, реклама моей книги, да, я ее выставлю и продам просто на благотворительном аукционе, чтобы деньги в пользу моего фонда пошли по моему. Уже дальше по нашим направлениям потратить. Но давай вернемся тогда ближе к игровым проектам. Какие ты игры для себя отметил, да, вот сейчас, и как зарабатывать там? Расскажу на примере тогда. Есть известная игра «Зомби против растений». Я думаю, ты о ней слышал. Я слышал, но не знаю, что это. Вот, я думаю, что твои зрители точно знают эту игру, и на основе этой легенды «Зомби против растений» была сделана криптоигра, очень известная, которая тоже... Западная? Ее делали, если я не ошибаюсь, индусы. Индусы сделали ее. Ну, могу ошибаться, но люди из стран третьего мира, скажем так. Вот. И по мотивам этой игры она и сейчас существует. Доход в ней, конечно, уже не такой радужный, какой был раньше. Но суть была простая. Мы покупали токен этой игры. Сколько он стоил? Я когда заходил в игру, токен стоил около, наверное, 4-5 долларов. Я зашел на минимальную сумму, я тогда потратил на игру около 70 долларов. На эти токены я себе купил растений, и эти растения нужно было просто поливать. Они нам приносили солнышки, водичку, и эту водичку мы меняли снова на этот токен, который могли выводить. Напомню, что потратил я на эту игру около 70 долларов. Но за счет того, что я просто активно в нее играл, я смог сделать себе несколько аккаунтов. И у меня эти аккаунты полностью были забиты этими цветами, которые приносили мне доходы. Если ботов каких-то подключили. Ботов очень много. И это отдельная тема вообще в игровой сфере серии NFT. Боты занимают очень важное положение. И ботоводы тоже много зарабатывают, потому что без ботов сейчас очень тяжело. Получается так, что нам, допустим, каждые два часа нужно собирать эти солнышки. И получается, мы либо должны ночью вставать, жертвуя своим сном, либо мы должны спать, жертвуя своими деньгами, которые мы можем заработать. И боты в этом случае очень хорошо помогают и оптимизируют эту работу, которую нам просто не приходится делать. И получается так, что ты просто... А где их брать, самому писать? Нет, есть люди, которые пишут. И я вот сотрудничаю с такими ребятами, с проверенными ребятами, которые создают ботов под различные игры. И очень много моих зрителей, тысячи зрителей моих пользуются тоже этим софтом и всех все устраивает. Получается так, что ты просто поставил бота, пошел на работу, на учебу, куда угодно, и бот все сам делает. У тебя получается полностью пассивный заработок. Ну и вот хорошо, завел ты 70 долларов в эту игру. Да, завел 70 долларов. Я сделал себе несколько аккаунтов. И просто где-то несколько месяцев, месяца 3-4, у меня выходил доход около 2000 долларов в месяц. Ну, с этих всех аккаунтов? Да, с этих аккаунтов. Просто я заходил, поливал растения, выводил этот токен, выводил его в реальные деньги, в USDT, в Бузды, и через Binance выводил себе на карточку. И это был отличный доход. И я напомню, что у меня было там, ну, несколько аккаунтов. Но у меня есть знакомые ребята, у которых были сотни аккаунтов. Тысячи аккаунтов, которые были тоже построены на ботах, и это были целые фермы. И в YouTube есть видео, где индусы, насколько я понимаю, они сделали огромное помещение и сделали очень много телефонов по столам. Не знаю, там сотни телефонов. И на каждом телефоне была вот эта вот игра. Они подходили, нажимали и шли вот так вот по телефонам, по каждому телефону, зарабатывая так деньги. Ну, хорошо, зомби против растений. Ты говоришь, она уже старенькая, да? Она существует, но сейчас она перешла уже в другой формат, больше в формат соревновательной игры, когда ты должен защищать свои растения. То есть, ну, вот то, как она изначально и создавалась. И сейчас там тоже можно заработать, но для этого вам нужно будет более активно играть и попадать в какие-то рейтинги, в которых уже выплачиваются деньги. А, то есть уж не всем выплачивают, а там в рейтингах кто-то. Да, теперь так, так. Ну, прошло много времени, игрушка не новая. Ну, это сколько прошло? Месяцев или лет? Наверное, месяцев 7-8 прошло. А еще какие игры? Допустим, проект Farmer's World, это проект, на котором я заработал больше всего денег. Симулятор фермы. Суть такая, вы покупаете NFT в виде топора, удочки, либо же там шахты, которые добывают золото. Ставите это все в игру, ну, то есть переносите NFT в игру и добываете три токена. У вас есть еда, у вас есть золото и у вас есть дерево. Эти токены между собой взаимодействуют. То есть еда нужна для того, чтобы пополнять энергию. Дерево нужно для того, чтобы что-то строить. Золото нужно, чтобы чинить инструменты. И эти NFT добывают вам различные ресурсы, которые вы можете потом продавать. Продавать кому? Через биржу есть специальные биржи, на которых эти токены продаются. И любой разработчик может свой токен добавить на эту биржу, если он планирует создавать игру. Поэтому новых разработчиков мы всегда ждем. Очень, потому что рынок не стоит на месте, механики меняются. И, конечно, всегда хочется видеть новые лица. В зависимости от того, что ты покупал на старте, удочку или шахту, стоимость входа разная была? Есть разные степени редкости NFT. И чем NFT проще, тем она дешевле. Чем она круче, тем она, естественно, дороже. Ну, золотая шахта дороже, правильно, чем удочка? Это разные ресурсы. Золотая шахта добывает золото, а удочка добывает еду. Но если мы говорим, допустим, про... Вот возьмем дерево, есть топор, есть бинзопила, а есть там какой-то комбайн, который рубит лес только там. Харвест называется. Да, да. Вот, конечно, цена разная. Разная цена. И тут люди зарабатывали не только даже в самой игре, а на том, как сильно скакала цена на NFT. Я, когда покупал NFT этой игры, одна NFT стоила около 300 долларов. На пике одна NFT, самая дешевая, стоила 2500 долларов. И помимо того, что все это время, которое NFT у меня находилось, я зарабатывал ресурсы в игре и продавал их, я помимо этого еще и смог потом на пике продать эту NFT и заработать данные. Сменения ценами, по-моему, ну и еще какие-нибудь игры. Бомб Крипто. Очень известная игра Бомб Крипто. Возможно, кто-то из вас видел уже, на Твиче много стримили эту игру. Тоже все очень просто. Вы покупаете себе героев, которые бегают и в пиксельном стиле, в стиле Sega. Minecraft? Нет, не Minecraft, они, это 2D. Они бегают и взрывают различные сундучки. Из сундучков вам падает золото. Золото вы можете выводить на биржу и продавать. Ну, я понял, то есть игр хватает, всяких механики в них разнообразные, но в целом достаточно примитивные. Есть примитивные, но есть и сложно построенные игры. Это игра, в которую вам нужно играть. Допустим, Мир 4. Это игра на компьютер, на мобильные устройства. Русская, что ли, по названию Мир 4? Хотя, может быть, и русская. Слушай, я даже не интересовался. Это полноценная MMORPG, в которую вы можете играть. Я не знаю, как Lineage 2M или как World of Kings. Мобильная игра такая на телефон была. Вы можете полностью играть. Там есть видеозаставки, сюжет, есть боссы, рейды. То есть это полноценная игра, очень качественно сделана, в которой тоже в свое время можно было зарабатывать. Заработок там строился на том, что вы могли добывать руду своим персонажем и персонажем или персонажами, и эту руду потом продавать за реальные деньги. А где узнавать о таких играх, читать на каких-то специализированных ресурсах, посвященных NFT-играм, чтобы, знаешь, на острее, на гребне волны быть? То есть вышла новая игра, примерно посмотрел, подумал, как на ней можно зарабатывать, подключил каких-то ботов. Где искать инфу инсайдерскую такую почти, что свежую? Ну, во-первых, не могу не порекомендовать мой канал, на котором я рассказываю те игры, которые мне кажутся интересными, на которых зарабатываю лично я. Это новые или нет? Новые, в смысле, новые. Игры новые или нет? Новые, конечно. И новые игры, и старые игры я веду. Стараюсь быть максимально в теме и подсказывать своим зрителям, особенно новичкам, в каком направлении нужно двигаться, потому что тема интересная и не всегда понятно, как в ней разобраться. Но касаемо твоего вопроса, есть специальные сайты, которые отслеживают все новые игры, которые выходят, рейтинги этих игр, и там очень удобно все можно посмотреть. Мало того, что там есть все игры, которые выходят или выйдут в ближайшее время, там есть еще и фильтр, на котором можно посмотреть, на какой стадии разработки они находятся. Допустим, это альфа стадия, или бета стадия, или стадия пресейл, когда мы можем купить токен по самой минимальной цене. Это что за сайты? Это сайт playtoearn.net. Как? Playtoearn.net. Да, продар, тоже, как я уже ранее говорил, можно много отслеживать по рангам, по статистике. И также посоветую еще один сайт, называется он cryptoslam.com. Сайт очень многогранен, очень много информации, очень много графиков по каждому проекту, вся статистика, сколько зарабатывают разработчики, как часто продаются NFT, но он уже для более продвинутых ребят, потому что там действительно очень много информации, которые нужно понимать, которые нужно понять, как разбираться. Ну и, наверное, следует добавить, что еще английский неплохо бы вам начать сучить сейчас, да, если не знать. Однозначно. Потому что большинство нормальных медиа про крипту и про NFT, и про прочие, GameFi, DeFi и прочее, они на английском, безусловно, языке. Да, и у меня у самого такая проблема есть, когда я захожу в новый проект, и мне нужно полностью его изучить, для того, чтобы рассказать своей аудитории о нем. И там на английском, мне приходится очень долго сидеть и думать. Аудитория большая у тебя? Я не скажу, что у меня большая аудитория, но мой канал является одним из самых больших в сфере NFT, GameFi. У меня около 17 тысяч подписчиков сейчас, наверное. Это уже немало для специализированного канала. Да, просто очень немного каналов на эту тему, и сфера еще молодая все-таки. Если мы говорим про NFT, то он появился в 2017 году, то GameFi вот появилась буквально совсем недавно, еще года, наверное, нету, как эта тема зародилась и поднялась на хайп. А риски вот для молодых игроков? Вот ребята посмотрят сейчас, нароют какую-то игру, войдут в нее. То есть какие риски у этих игроков? Очень хороший вопрос. И я хочу сказать, что есть несколько типов людей, которые приходят в эту сферу и делают большие ошибки. Первое, они не изучают, куда они вкладывают деньги почему-то. Я не знаю, с чем это может быть связано. То есть они увидели первую игру, думают, о, буду сюда инвестировать, буду играть и буду зарабатывать. И второе, они просто, как сказать-то, они инвестируют не те деньги, которые они готовы потерять. Определенные риски есть. Все, что связано с большими деньгами, сопряжимо с риском. Это бизнес, это инвестиции. Если вы хотите какой-то стабильности, то вам нужно идти на работу, и там у вас рисков будет меньше. В GameFi есть определенные риски. И самый большой риск, наверное, это то, когда вы инвестируете деньги в игровой токен, он начинает расти, и потом он очень быстро падает, и вы просто не успеваете как-то вывести свои деньги или их зафиксировать. Связано это по нескольким причинам. Первое, интерес к проекту угасает, и токен больше не покупают. Это первое. Второе, киты, люди, у которых больше всего этих токенов, по какой-то причине решают его зафиксировать, и он тоже падает. Либо же большое количество мелких пользователей решают зафиксировать, и токен падает. И поэтому очень важно понимать, на какой стадии стоит заходить в проект. Нам нужно захватить самую главную волну, волну хайпа, когда токен только начинает расти, чтобы захватить его весь рост и на пике его продать. А новички совершают ошибку, они видят рост, думают, о, а сейчас будет еще расти, зайду-ка я посмотрю, как я смогу заработать. Заходят, и в этот момент все обрушивается, и, конечно, они по большей части теряют свои деньги. У кого-то меньше теряются деньги, у кого-то больше, но в основном все новички обжигаются бета, и это тоже опыт, который вы должны получить. Если вы неосторожно относитесь к своим финансам, то будьте готовы, что вы их потеряете. Какая на сегодняшний день, по твоему мнению, самая доходная игра? Сложно сказать, потому что этот показатель уже завтра может поменяться. Наверное, я бы все-таки на сегодняшний день еще отметил игру Farmers World. Она продолжает радовать пользователей своим доходом и своей стабильностью. Она живет уже достаточно давно и продолжает стабильно выплачивать деньги своим пользователям. Сейчас много новых игр появляется, таких как Luna Rush, тоже игра, похожая на бомб крипто, но сейчас уже та стадия, когда стоит задуматься, стоит в нее заходить или нет. Не могу не отметить Axie Infinity. А там зашортить же можно, да? То есть поставить на то, что токен будет падать или нет? Нет, это не совсем так работает, потому что в основном в зависимости от сети. У нас же есть разные сети. У нас есть сеть эфира, сеть Binat Smart Chain, сеть Vaxx. И не на всех сетях токены залистрены именно на биржах. Некоторые они просто на свапалках. То есть PancakeSwap, PooCoin, Uniswap, Uniswap, да. И там, насколько я знаю, шортить достаточно сложно, а тем более игровые токены. Поэтому, конечно, не всегда так получится. Если бы так можно было сделать, я бы попробовал бы. Мне кажется, это достаточно интересно пошортить игровые токены. Вот. Что еще есть интересное? Когда ты уже понимаешь, что игра там вот-вот загнется. Да. Но в таких случаях громаднее всего поступить это продать свои NFT. И чем мне нравится эта сфера, то, что ты всегда часть денег сможешь спасти. Потому что у тебя есть токен, который ты можешь зафиксировать в любой момент, и у тебя остается NFT, который ты тоже можешь продать, и часть денег просто придется. Я имею в виду как игровое золото, то, что ты намайнил там за время игры. Да, игровое золото, но и сами NFT, я имею в виду, те инструменты, которые помогают тебе майнить. Но они же не мультиигровые, скажем так. То есть, если ты купил там шахту в определенной игре, ты же ее никуда не продашь, кроме как игроку в этой же игре. Это, если мы говорим про внутриигровой маркетплейс, наверное, ты это имеешь в виду. Но даже в период падения NFT не теряют своей популярности, все равно их покупают. Всегда покупают, потому что люди думают, что сейчас это просто коррекция, сейчас скорректируемся, я куплю подешевле, пойдет рост, и я заработаю еще больше. И так работает абсолютно всегда. Даже безнадежные игры, которые уже умерли, в них до сих пор продолжают покупать NFT. До сих пор. Ты вот напомнил, мне надо посмотреть, я просто не помню даже название этой игры, где у меня там гном майнил, где там островайте по купону, да посмотреть, может там уже миллион долларов лежит. Слушай, нет, я думаю, я бы знал бы о ней точно. Сколько в процентах примерно вот качественных NFT-игр, да, вот 100 появляется? И вообще, сколько их появляется в месяц в среднем? И сколько из них заслуживает хоть какого-то внимания? Слушай, ну появляется их много, потому что... Ну, сотни, десятки тысяч. Сотни. В месяц? Сотни. В месяц больше, наверное, даже. Больше сотни. Просто, если мы говорим про все игры, то есть не про какую-то определенную сеть, а и на Vaxi, и на Binance Smart Chain, и на Polygon, и на Ethereum, то больше сотни точно в месяц выходят. И, конечно, из всех этих игр нужно выбрать ту, которая будет стабильнее всего, которая будет прибыльнее всего и надежнее всего. И это самое сложное, потому что найти игру, на которой можно заработать, сможет и школьник. Но это процентов десять их игр или меньше? Я думаю, что... Вот сотня появилась, допустим, в месяц. Сколько из них вообще заслуживает внимания для заработка? Именно для заработка, вот тех, которых можно будет заработать, я думаю, это будет процентов 15. Но те, которые самые прибыльные, это процентов 5. Ну и во все же не будешь инвестировать. Хотя это тоже много... Ошибка многих новичков, которые просто думают, что я чуть-чуть сюда положу, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, и потом ни одна из этих игр не стреляет, и они не знают, что делать. Ну вот критерии тогда основные отбора, да, из этой сотни игр, появляющейся в месяц. Вот хочу я вложить, там есть у меня тысяча долларов, пусть даже не в одну игру, а там в 2, в 3, в 4, да, чтобы как бы все яйца в одной корзине не держать. Да, я понял. Критерии отбора толковой игры, которая потенциально даст мне заработать. Значит, первое, это должна быть либо механика уже проверенная, то есть та экономическая модель, которая работает, либо это должна быть новая механика, которая, скорее всего, заинтересует людей, которые занимаются заработком в этой сфере. То есть что-то новое, что-то кардинальное, что вот, допустим, мне показали, я скажу, вау, я хочу в этом поучаствовать. Вот, это первое. Второе, команда, желательно, чтобы она была известная, потому что сейчас очень много новнейм появляется, и скама тоже сейчас, ну, честно говоря, многовато выходит, поэтому известная команда, это определенно будет плюс для того, чтобы поверить этому проекту и проинвестировать в него какие-то деньги. То есть известная команда, они должны, за ними должны обязательно стоять успешные проекты из сферы игр или необязательно? Да, желательно так, конечно, но есть люди, которые просто какие-то известные личности в сфере крипты или IT, и они выступают гарантом того, что в этой игре все будет нормально, потому что я являюсь лицом этой игры. Вот, также обязательно нужно посмотреть на партнерство. Обычно популярные игры, они партнерятся между собой для того, чтобы показать, что они как-то вместе взаимодействуют, что перенимают опыт у более опытных игр и хотят их реализовать в новом проекте, это тоже будет определенно плюс. Нужно смотреть на токеномику. Токеномика – это то, как будут токены распределяться в этой игре, сколько будет получать пользователи, сколько будет получать команда, в какой период команда получит эти токены. Это важно и это, наверное, самое сложное, чего новичкам нужно будет очень долго читать, смотреть различные проекты, чтобы примерно понимать, какая токеномика должна быть, потому что механики и экономические модели разные и для каждой этой модели должна быть своя токеномика. И это самое сложное, наверное. Ну и в каких пропорциях уже имеет смысл заинтересоваться? Я пропорции не скажу, потому что там критериев больше десяти. Вот, это, ну, в процентах. И опять же, про какие экономические модели мы говорим. Если про систему оракулу, то это одно, если про какую-то другую экономическую модель типа проекта Farmer's World, то это совсем другие цифры будут, поэтому не вижу смысла заострять на этом. То есть, по чуйке это больше или все-таки нарабатывается? Это нарабатывается, это нарабатывается, это становится видно. Сначала кажется, что все они одинаковые и непонятные, но когда ты уже, не знаю, зайдешь в 10, 20, 30 игр, ты уже просто открываешь сайт и ты понимаешь, что ты будешь здесь видеть. Вот я уже даже, не знаю, по названию, примерно, вот я захожу, я читаю первые строки, я уже понимаю, что будет в этой игре. И на стримах я часто разбираю со своими зрителями какие-то проекты для того, чтобы им было больше понятно и они уловили ход моих мыслей и ту логику, которую я хочу донести. Ну хорошо, первая это команда, допустим, механика игры, да, известная какая-то или похожая или вообще новаторская команда, потом токеномика, распределение там средств между командой, игроками и прочим. И что еще? Три критерия мы уже назвали? Да, значит важно, чтобы токен был залистен на какой-то известной бирже либо на какой-то известной сваполке и отслеживался на таких сайтах, как допустим CoinGecko или CoinMarketCap, потому что определить скам на самом деле несложно. Люди пытаются экономить на всем. Они не хотят инвестировать для того, чтобы их токен залистился на каком-то известном сайте, чтобы их можно было отслеживать. Они пытаются экономить на дизайне. Тоже очень важно смотреть, как написан сайт. Бывает, смотришь в ячейке браузера, даже картинки нету никакой. То есть видно, что люди на Тяп-ляп собирали. Обязательно посмотреть, когда был зарегистрирован домен. Желательно посмотреть, кем он был куплен, но есть ли такая информация, возможно. То есть если сайт сделан там, я не знаю, за две недели, то очевидно, что это, ну что-то было сделано на коленке. Вот как сейчас был скам этот известный, да, по игре в кальмара, типа сделали. Да, вот я мне сколько... Я чудом не залетел, мне все пишут, там с утра мне пишут буквально, а что ты его не покупаешь, туда-сюда. Ну я так плюс-минус 50 на 50 подозреваю, что скам, но больше склоняюсь к скаму. И я посмотрел, а знаешь, что я не купил? Я, может, и купил там на какой-то тысячу долларов, на небольшие деньги, но я посмотрел, что его нет нигде, по сути, то есть он на одной свопалке был на панкейке, по-моему, где. О чем я и говорю, если такой хайп, то как ты не можешь... Ну почему, почему нет? И все, и вот меня вот это смутило, и я, короче, понял, что лучше держаться подальше. Это вот хорошо, что ты сказал, потому что это как раз является еще одним критерием, это желание хайпануть на каких-то известных других проектах, сериалах, там вот, допустим, делали игру «Властелин колец», где полностью все картинки на сайте были скопированы из фильма. Естественно, это все ради наживы для неопытных пользователей, которые зайдут, которые любят этот сериал, сериал, трилогию, трилогию, да, и захотят инвестировать какие-то деньги. Это тоже очень важно. NFT-игры 18+, есть такие сейчас? Да, сейчас такие есть, и они набирают все больше и больше популярности. И что там за механики меня интересует? Я, наверное, если начну говорить, то это видео просто заблокирует. Да не заблокирует, но мне даже стыдно такое говорить, если честно. Да ладно ты, пуретанин, может, вроде же кольцо на пальце уже не те, что никому же говорить. Ну, в общем, одна из таких игр называлась Safe Pussy, вот, и суть этой игры заключалась в том, что нужно было амазонкам доставлять удовольствие за счет различных секс-игрушек, за счет различных приемов, секс-приемов, вот, и за что они награждали тебя своими оргазмами, которые ты мог выводить в реальные деньги и продавать на биржах, получать. Ну, что с ней случилось? У этой игры не было успеха. Механика-то оригинальная, достаточно. Механика очень интересная. И всем понятно. Когда я снял видео об этом проекте, у меня просто в комментариях была хохма. Все смеялись, говорили, гео как-то с таким серьезным лицом может говорить о оргазмах в какой-то игре. Ну, в общем, успеха она не добилась. Я считаю, что в принципе все так и должно было быть, потому что это еще одно желание показать что-то необычное, вот, как я ранее уже говорил, что пытаются на сериалах как-то хайпануть. И это тоже один из способов привлечь внимание для того, чтобы привлечь какие-то инвестиции и потом просто обманом людей выкинуть с этой площадки, опустив цену токена до нуля. А NFT-игры с бесплатным входом есть вообще? Да, конечно. И дают ли они бесплатная игра, но дает ли она при этом что-то заработать? Да, конечно, такие есть, но стоит сразу понимать, что игры с бесплатным входом они не будут приносить тех денег, которые могут приносить деньги с платным входом, потому что всегда доход ваш равен и будет пропорционален тем инвестициям, которые вы вложили. Поэтому, конечно, такие игры есть и таких игр множество и даже многие ребята умудряются делать на них неплохие деньги за счет того, что они делают очень много аккаунтов ставят это все на ботов и таким образом зарабатывают деньги. Ну, то есть это нужно, по сути, много кошельков, просто тоже метамаска образно, да? Да, ну, не обязательно метамаска, это зависит от сети, да, конечно, но на Бинанс Smart Chain не очень много бесплатных игр, а на сети Vax достаточно много и они более простые и понятные для новичков или для опыта пользователей тоже. Ну, на бесплатных этих играх сколько можно заработать с одного аккаунта? С одного аккаунта? Ну, там небольшие деньги, повторюсь, это... 5-10 долларов. Нет, меньше, меньше. Меньше? Если мы говорим про заработок в день, я думаю, это... Нет, в месяц. А, в месяц, в месяц, но я думаю, где-то до 20-30 долларов в месяц можно заработать с одного аккаунта. Чем больше этих аккаунтов, тем будет больше заработок. Так что берите у мамы и папы телефон, ставьте на них метамаск, находите игру бесплатную и майните там, да? Очень многие, кстати, как раз взрослые люди, они действительно задают мне вопросы, Гео, слушай, вот у меня есть там сын, дочь, брат, сестра, я бы хотел дать им, чтобы они там игрались и что-то было. Посоветуй, какую игру можно там зайти, я им обычно скидываю какие-то фирмы бесплатные, где можно вот, знаешь, такие девочки, все понятные, да, или девушки такие любят, знаешь, там квадратики какие-то пособирать, что-то такое, где может какая-то копеечка упасть, но это не требует времени от владельца телефона и поэтому, конечно, это... Почему нет? Почему нет? Сейчас все популярнее, да, даже какие-то крупные банки, вот я на днях читал, там, Сити Уэст или какой-то банк зашел в этот, американский, в метавселенной, создал там свое представительство, там даже в дизайне у них, там, типа комнаты-то оформленные, там портрет основателя этого банка висит, на Туэст, ну, что-то такое, вот, и как вообще бизнес переносит в метавселенные, все зачем, да, и что такое в целом метавселенная? Потому что вот у меня лежат очки, мне подарили, Oculus эти от Facebook, как раз, ну, не последняя, там предпоследняя, они у меня лежат, я смотрел в них порнуху, очень прикольно, вот, и просто мои знакомые друзья, там партнеры, они даже разработкой занимаются, вот, они одевают очки, и у них какая-то виртуальная стена, они как будто все в одной комнате, вот как мы с тобой сейчас проводим какое-то рабочее совещание с Душбордом. Ну, как в «Гвездных войнах», да, вот это вот? Да, да, вот из моих знакомых команды вот так разрабатывают, но он говорит, вообще супер. Да, это новое направление, которое, мне кажется, это будущий тренд, который завоюет очень много внимания к себе, и действительно сейчас практикуется такое, что многие серьезные компании, взрослые, большие дядьки переносят как-то свои бизнеса, свою работу в метавселенную, но... Но это фейсбучная чисто? Нет, это не фейсбучная, метавселенных очень много, они различные, и не обязательно для этого очки, есть метавселенные по типу, ну вот как Майнкрафт, да, есть метавселенная такая, вот тоже все кубическое, и там тоже покупается земля, на которой размещается реклама, вообще суть метавселенных, по моему мнению, на данном этапе, это максимально выкупить все, всю недвижимость, все земли в этой метавселенной, и разместить там свою рекламу, то есть... Ну это, знаешь, что я это заметил еще, когда в фифу играю, допустим, там же на бортах висит определенная реклама, что я на стадионе, допустим, повешу, да, это одно, к примеру, вот это очень крутое направление, на самом деле, для крупных брендов, типа там Мерседеса, к примеру, да, или какой-нибудь банка, и я куплю, например, выкуплю, допустим, на сезон, на бортах, там, например, Лиги английской, ну сколько увидит там мою рекламу, ну кто, например, британским футболом не интересуется, тут ее и не увидит, в принципе, а у меня бабки закончатся, сезон пройдет, ее вообще не увидят, а так я проплатил в FIFA какой-нибудь, там, и все, и она на каждом стадионе, там, где проходит полуфинал или финал, и это в Ахмате, в суммарном, по числу, там, взаимодействия с рекламой, там, в сотни раз будет больше, я не знаю стоимость, да, вот, какую Sony берет, там, допустим, за разработку, ну вот, за рекламу в FIFA конкретно, но я думаю, что это миллиарды долларов, просто учитывая, там, число людей, которые ее видят. Фанаты этой игры, да, это сто процентов, и я думаю, метавселенная, это что-то типа такого, хоть там цифры сейчас и менее скромные, там, землю можно купить, в зависимости от расположения, от локации, там, начиная, наверное, от десяти тысяч долларов, может быть, даже дешевле, можно найти на каких-то аукционах, и в этой метавселенной ты можешь сделать все, что угодно, допустим, бренд известный, Coca-Cola, очень сейчас, очень много выкупает в различных метавселенных земли, размещает там свои логотипы, проводят концерты в метавселенных, они приглашают каких-то известных артистов, которые поют, и в метавселенной видно, как человечек этого артиста поет тоже, и очень много различных активностей, тот же Snoop Dogg обожает метавселенные тоже, если мы зайдем в одну из самых известных метавселенных, The Sandbox, то там, The Sandbox, то там при входе стоит человечек в виде Snoop Dogg и курит травку, тем самым показывает, что Snoop Dogg тоже причастен к этой метавселенной и активно в ней сидит. А имеет смысл вообще заходить в какие? Вот я завтра захочу там купить, не знаю, себе там кусок земли, да, чтобы построить там какой-то кинотеатр Люди Про, допустим, образно. То есть мне каким стоит присмотреться? Каким метавселенным? Да. Как их искать? Просто я вообще пока в этом ничего не понимаю. Заходишь в DaProdar и если ты хочешь максимальный охват, то ты просто выбираешь самую популярную метавселенную. Вот это будет самый действенный способ, потому что, естественно, они соревнуются, разные акции проводят и кто-то выходит вперед, кто-то выходит назад, но на DaProdar и по метавселенным всегда будет самая актуальная информация. Этот сайт, мне кажется, именно под тренды заточен. Все тренды там будут отслеживаться в плане NFT, метавселенных, геймфай, дефай тоже там отслеживается. Можешь зайти туда, можешь посмотреть там цены на недвижимость будут большие, потому что уже... Уже выше, чем в реальном мире? Да, вполне, вполне. Но опять же, все зависит от того, какая тебе земля нужна. Если тебе нужен один квадратик, то он там пять тысяч долларов будет стоить. Если тебе нужен там огромная локация, как выкупают Кока-Кола, то это миллионы долларов. Офигеть. Но может эта вселенная станет через год там никому не нужна такой же тоже риски. Да, мы же, мы, к сожалению, не можем заглянуть в будущее, но сейчас эта тема популярна, и многие русские тоже инвестора рассказывают про нее. Вот Маргуан Саценбай тоже недавно делал свой подкаст. Ну, казах это, да. Да, да, да. Делал подкаст, о котором рассказывал про метавселенную, и они обсуждали, насколько это перспективно и насколько это трендово. Конечно, они затрагивали тему больше того, как будут к этому относиться дети, молодежь, то, что там в метавселенной ты можешь быть кем угодно и говорить что угодно. Больше у них речь шла об этом, но тем не менее, все равно это о многом говорит, когда бизнесмены такого уровня говорят о метавселенных и высказываются положительно. А у тебя вот 17к подписчиков на YouTube-канале, ты это за сколько их набрал? Первое видео мое по NFT-сфере, по GameFi, вышло 27 апреля прошлого года, то есть еще года нет. И как так получилось? То есть это достаточно много для узкоспециализированного канала. Как ты вообще развивал его? Я не покупал рекламу никогда ни у кого, я просто выкладывал видео. Даже у меня не купил, представляете? Да. Просто выкладывал видео и рассказывал людям свое мнение, свои мысли, и, видимо, им нравилось, и они начинали подписываться на меня, и все, я ничего не разу, я вот думаю, если получится расти так дальше, что мне не придется покупать рекламу нигде и ни у кого, то это было бы очень хорошо, и я был бы этому рад. Так и заработок, чего ты там зарабатываешь? Заработок, в смысле, на канале? Да, просто, знаешь, много примеров заброшенных каналов, там по 2-3 миллиона есть каналы, просто у них изначально модель монетизации не была выстроена, они ввели, ввели, им в какой-то момент повезло, либо там упорным трудом добились там таких цифр, потом просто стало неинтересно, приходится на основной работе работать, а тут денег они не научились зарабатывать с этого. Ты как-то зарабатываешь? Да, конечно, у меня есть заработок с канала, и это неплохой заработок. За просмотры? Сколько платят за тысячу просмотров? Очень мало, где-то полтора доллара, может быть. Ну, это немало, то есть у меня сейчас вот в феврале я смотрел 1,67, но это немало. Но просто сфера финансов, они же всегда дорогие, помимо того, что у меня есть YouTube-канал, у меня и Telegram-канал, в котором я делюсь. Ну, ты с YouTube-а загнал в Telegram-канал? Да, 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 я перегнал, но потому что выходит какая-то важная информация, мне быстрее написано сообщение, чем снимать целое видео на YouTube. Вот, и, конечно, в Telegram-канале тоже продается у меня реклама, можно купить рекламный пост, также в YouTube-е у меня продается реклама, но я всегда всем говорю, если вы покупаете у меня рекламу, то это будет обзорное видео с моими мыслями. Вы можете обжечься, вы можете заказать у меня рекламу, я скажу, этот проект фигня, сюда не заходите, ребят, потому что я думаю, так, 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 тут не... Если вы уверены... Какая реклама сейчас стоит вот на 17 тысячах подписчиков? Цена на один видеообзор начинается от полутора тысячи долларов. Как бы... Пока меня устраивает, я думаю, что для такого канала я, ну, неплохо зарабатываю. Ну, да. Потому что обычно игровые каналы, где там у них сотни тысячи подписчиков, зарабатывают примерно столько же, сколько я. Все, на то мы закончим. Спасибо за рассказ, большую удачу тебе в развитии YouTube. Если вопросы какие-то будут у вас по... по играм, да, вообще по заработку, по всему, переходите вот на канал, гостя нашего ссылка в описании будет и можете писать прямо под этим видео, потому что мы в общем просто хотели дать вам концепцию всего этого, да, то есть не погружаясь в какие-то нюансы, которых действительно много, а я сейчас открою все-таки ту игру, да, в которую там по пьяни закинул там сколько-то эфира, ну, меньше сотни, не помню, сколько точно, меньше сотни, и посмотрю, что мне там гномы намайнили и потом обязательно вам сообщу. Все, обнимаю, пока. Это Люди Про Расскажу тебе тысячу схем помножить на два сделать профит Я давно был и я на слуху теперь я сижу тебя напротив Это наш мануал по которому кто-то решит заработать Это Люди Про только твой мой жизненный опыт Это Люди Про 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 Продолжение следует...